В эфире МТРК новости и мы продолжаем наш выпуск. Первый в Казахстане театр с особенными актерами. Труппа состоит из творческой молодежи Петропавловска. Свою дебютную работу они представили перед североказахстанским зрителем. Как приняли спектакль «Мы с тобой одной крови» вы узнаете в следующем сюжете. Это первая встреча со зрителем театра особенных актеров. Идею его создания три года назад предложил Национальный идельфийский комитет. И вот долгожданное открытие. Вся труппа состоит из людей с ограниченными возможностями. Таких коллективов нет в нашей стране. Участниками проекта движет не только любовь к своему делу, но и желание показать, что все люди равны. Мы запустили этот долгожданный проект. Он уникальный для Казахстана. В нашей труппе 50 актеров. Это все молодые люди от 14 до 28 лет, которые имеют определенное нарушение здоровья. Я думаю, что этот проект, прежде всего, необходим не сколько детям, сколько нашему обществу. Чтобы мы понимали, что мы все одинаковые. И творчество, оно не имеет никаких границ. Мечта выступать на большой сцене сплотила артистов и их наставников в большую семью. Среди них есть как новички, так и профессионалы. У каждого своя судьба и своя история. Айнур Саинова почти ничего не слышит. Но это не мешает ей танцевать. Она солистка ансамбля «Сенситив». Двигаться под музыку, чувствуя ее сердце, научили в этом коллективе. На сцене Айнур уже 10 лет. Участвовала в международных конкурсах и фестивалях. Но, несмотря на большой опыт, сегодня очень волнуется. Мы очень ждали открытия театра. Потому что это наша единственная мечта. Мы считали это работы. И, наконец, открылся театр. Это был очень тяжелый опыт. Много работы. Очень много интересных моментов изучили. Волнуются не только актеры, но и их родители. Помогали, настраивали, переживали. Сегодня на сцену выйдет сын Ирины Кузьминой. Она пришла поддержать его и всю актерскую команду. Сейчас для них наступает новое время, новые события. Они долго к этому шли. Долго очень ждали. И мы тоже за них очень рады, что мечта наконец-то их осуществила. Они себя пробуют в новом амплуа артистов. Социальная драма «Мы с тобой одной крови», которую представили молодые актеры, основана на повести Киплинга. Книга джунглей. Она перенесет зрителей в суровые реалити жизни особенных людей. Актеры покажут мир глазами глухонемого мальчика, который вливается в социум. Для сироты окружающие его люди превращаются в героев книги. Он попадает в интернат, который для него становится книгой джунглей. Борьба за человеческое дитя, его воспитание и то, как он вливается в поведение обитателей джунглей, показывает реальную жизнь людей с ограниченными возможностями. Когда особенный ребенок чего-то добивается, его как маугли хвалят за успешную охоту. Обманы жестокие люди предстают в голове сироты в роли бандерлогов, которые похитили маугли в своих злорадных целях. Предательство волчьей стаи. Все это показывает окружающий мир для глухонемого мальчика. Маугли одолел своего главного врага, который покушался на его жизнь. Эта сцена показывает не просто жестокость общества, но и сложность борьбы с его стереотипами. Мальчик возвращается к людям уже без страха в глазах. Пройти все трудности, открыться миру ему помогли обитатели джунглей. Нужно найти от нас людскую старую маленьких браку. Я навсегда останусь вашим братом. Спектакль заставил зрителей задуматься и посмотреть на особенных людей с другой стороны. Впечатления огромные, огромный труд педагогов. Спасибо огромное всем, кто принимал в этом участие. Мы получили искреннее удовольствие. Когда ребенок оказывается в детдоме, на самом деле он оказывается в таких жестких условиях, что можно сравнить с Маугли, когда он оказался в этом лесу. Мне очень понравился этот спектакль. Было красиво, красочно, здорово. Первая встреча со зрителем театра особенных актеров прошла успешно. Труппа собирается отправиться в другие регионы страны. Там они покажут свою постановку и дадут мастер-классы. Агири Муканова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.